Информационный час на канале России 24 продолжает программа напрямую и сегодня гостем в студии режиссер продюсер Тимур Садыков и поговорим мы Тимур с тобой о твоей грандиозной задумке в таком глобальном замысле съемок полнометражного детского фильма расскажи пожалуйста как он будет называться и на какой стадии сейчас находится во-первых здравствуйте во-вторых значит прежде всего этот детский фильм это очень важно отметить потому что на самом деле таких детских фильмов уже очень давно не выпускали как раз и удивляет на самом деле да и собственно как бы в основе всего история о драконе о нашем драконе зеланте да а в истории в принципе его самого и об истории поисков этого дракона проект называется сейчас у него рабочее название сердце казани ну как бы некий символический то есть как бы дракон некого символ такой казани а вот змей дракон это большой разницы вот а у нас немножечко как раз мы больше идем в восточную часть мифологии о драконах да что это не просто какая-то змеюка склизкий гад какой-то нет мы говорим о том что это символ мудрости средоточие любви как бы это сердце города на самом деле и вот у нас по сюжету два мальчишки ищут это собственно сердце города ищут этого дракона это фильм о лете о дружбе немножко любви это твоя идея была изначально да я в автор сценария автор сценария у нас денис осокин то есть да от которой очень много от него очень много и у него есть автор дарик симонова вот денис осокин сделал очень хорошую шикарную канву нам очень здорово сделал нам такую поэтическую составляющую всего этого дела немного добавил фантасмагории да а уже дальше собственно даша прописывала диалоги делала более стройную сюжетную линию то есть как вот поэтику немножечко как вот до такого более понятного киноязыка доводила при этом это все равно поэтическая поэтическая такая штука получилась это в любом случае очень красиво о лете любви о дружбе о мальчишках а вот большом нашем городе вот такая интересно должна получить ну я так подозреваю что ты затеял некоммерческий проект ну почему же мы собственно не рассчитываем на то что будет какой-то ну невероятно успех аватара естественно да но прежде всего поскольку очень много в этом от старых советских фильмов мы рассчитываем все-таки некоммерческий успех на то что пойдут те кто помнит эти фильмы плюс естественно там много будет интересного для современных детей на тот же дракон у нас есть даже режиссер картины дмитрий дюжев вот он рефреном немножечко выдал такую штуку что самое главное чтобы дети потом потащили родителей в казань и сказали мама папа поедем в казань да дракона за ушком потому что у нас один из героев в принципе как бы оживляет статуи драконов и так далее то есть ну старается привести кто снимает и уже озвучил да да это первый его режиссерский дебют полнометражный он уже снял 3 новеллы и сам он будет сниматься нет сама не будет сниматься расскажи кто участвует сейчас мы уже абсолютно подтвержден марат башаров ему очень понравился сценарий он будет играть одну из главных ролей это мальчик значит папа мальчика жени соответственно мы видим сейчас переговоры чулпан хаматовой у нее роль мамы там она во флешбеках в основном конечно появляется воспоминаниях мальчика там немножечко такая начала трагическая история тем более что у нас мальчик инвалид самый главный герой да вот но этот инвалид он немножко волшебник он очень талантливый визионер талантливый художник вот он что-то рисует и часто это оживает поэтому нас вот как бы в качестве вот одни из него из его рисунков будто оживающие киты плавать по городу в трафике среди автобусов склад и вот это все да красота такая будет ну и немножечко шуток тоже на эту тему будет обязательно конечно бюджет я так понимаю с такими известными актерами они серьезные а кто дает денег ну у нас сейчас очень серьезная поддержка от министерства культуры республики татарстан собственно мы первые к ним пришли с этой идеи да я ему и продюсер рушан тимирбаев рушан пошел еще со стороны москвы тоже и мы сейчас москву заявились опять же до москву куда москву фонд кино мы уже прошли два этапа сейчас третий этап ну и заявочной кампании достаточно тяжелые долгой но да 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 она в несколько этапов проходит и собственно как бы поскольку мы не являемся мейджерами да а собственно как бы независимый продюсер независимой студии тонн мы по честному проходим все этапы мейджеры они проходят упрощенную процедуру поскольку своим именем положением естественно сборами не все зрители я думаю понимаем мейджеры это лидеры собственно проката ли лидеры кассовых сборов это но такие компании как 3t михалкова да например это опять же бикмамбетов да с базилевсом и так далее так далее там где-то порядка у них 12 что ли компаний все проще не то чтобы проще в них тоже нам достаточно серьезная процедура ну просто у них поменьше этапов и на какой стадии сейчас находится вот эта компания заявочная то есть сейчас мы можем точно сказать что мы можем сказать ну очень хотим чтобы естественно мы прошли дальше да но у нас все предпосылки для этого есть вот потому что у нас принципе есть и соинвесторы и частные инвесторы да и все-таки министерство культуры республики татарстан оказывает нам большую поддержку от кстати на фестиваль мусульманского кино с 5 по 11 число который будет проходить мы будем устраивать презентацию проекта у нас будет мишенька приедет дмитрий дюжев вместе с ним и уже покажем презентацию имеющиеся видеоматериалы тизер плакаты и так далее так далее то есть прекрасно прекрасно в один из последних дней до 50 либо 11 пока что точно не решили очень хорошо может быть получится пригласить его к нам на программу всем будет в четверг я надеюсь получится очень хорошо когда если все будет хорошо надеюсь что все будет хорошо когда планируется начать съемки и собственно продакшен и когда можно сейчас девелопмент идет у нас да соответственно потом пред продакшен начнется с января где-то мы рассчитываем ближе к концу мая запуститься уже съемочный период то есть мы должны конец мая начало июня июня где-то вот так но у нас съемочный период небольшой где-то около 27 28 дней очень вот ну на самом деле у нас фильм идет час 30 до него это в общем нормальный диски до хорош несколько никого не утомит хронометраж он не особо длинный сам это наверно еще связано с стоимостью съемочных дней для в общем таких ну это тоже конечно конечно тем более нам еще много декораций надо строить съемки в казани очевидно подавляющее большинство казань павильона мы тоже рассчитываем что мы будем в казани снимать но возможно возможно часть съемок мы проведем в чистополе но это пока вот так предварительно наши хотелки то есть как бы там есть кое-какая архитектура которая нам интересна именно стареньких двориков таких закрытых поэтому как вот мы думаем на эту тему еще но пока и все-таки хотелось подробнее остановиться на самом деле почему все-таки детский фильм ну в общем актеров таких именитых как дюжев и хаматова я думаю что можно привлечь на какие-то другие проекты проще может быть а может быть я немножко не недопонимаю может быть как раз наоборот они и согласились и башаров как раз потому что это фильм детский да дмитрий прежде всего дмитрий отозвался сценарий следующим образом ему очень была интересна эта тема вообще в принципе его большая мечта снимать вот подобного рода кино доброе кино по-настоящему какое-то интересное хорошее да плюс опять же очень мало детских фильмов очень мало это как бы ниша совершенно не занята даже если смотреть с точки зрения маркетинга вот это абсолютно такая какая-то вот свободное пространство в прокате очень мало детских фильмов даже если смотреть голливудский но это объясняется в общем рыночной ситуации на самом деле через черт его знает потому что на самом деле до переломить нет дело в том что я проводил опрос перед тем вообще в принципе как этим занят я проводил опрос а интересно ли в принципе на детское кино я получил какое-то дикое количество отзывов на тот момент а это было на минуточку где-то года два назад вот перед тем как в принципе я задумывался не стоит ли вообще этим заняться два года назад я получил достаточно очень серьезное количество отзывов, где все говорили, да, да, это очень надо, мы сами пойдем, мы детей поведем, нам очень нужен. И история, на самом деле, с реальной сказкой, если бы она получила более широкий прокат, вот эта картина, она была бы более интересной, потому что, на самом деле, из-за ограниченности проката ее много кто не увидел. А очень много кто ждал эту картину, очень много кто хотел ее посмотреть. Сказок не хватает же. У нас есть звонок, давай ответим телевизор. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем, Тимур. Во-первых, разрешить вас поздравить с праздником Днем Республики, города Казани. Спасибо. Спасибо вас, Танин. И дай бог, чтобы у вас этот фильм удался делать такое, знаете, вы даже что-то подозрительно веселое, это плохая примета, может быть, но дело не в этом, извините. Я вот хочу спросить такое, вы сказали, что в вашем фильме немножко любовь про детей. Это первый любовь, возраст какого детишки. Дети 13 и 14 лет, но, естественно, первое такое робкое очень чувство, естественно, без каких-либо таких вот вещей. То есть это первые какие-то первые эмоции, первые чувства, какие-то первые, какое-то осознание себя, да, мальчиком, скажем, да. То есть вот, это очень все невинно, очень все как-то тактично. Ну, опять же, да, если вспоминать аналогию Петрова и Васечкина, там, та же Маша, да. Вот у меня тоже, кстати, первое, что пришло на ум, когда я узнал и немножко познакомился с сценарием, вот именно переключение Петрова и Васечкина. Перекличка такая есть, да. У нас очень много, на самом деле, таких не то чтобы отсылов, да, а источников, откуда мы черпали вдохновение. Это и Петров и Васечкин, да, наш, это и великан, да, голливудский, да, вот. Это, опять же, и Сердце дракона немножко тоже, да. Вот, это больше такие вот именно, вот, скажем, действительно источники вдохновения. Я хочу напомнить, что мы работаем, конечно же, в прямом эфире и телефон студии 554-3090. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы кинопродюсеру и режиссеру Тимуру Садыкову. Тимур, а где будете подбирать актеров на, собственно, главные роли, на детские? Это насколько я знаю, очень трудная вообще задача для кастинга. Ну, это трудная задача. На самом деле, сейчас у нас есть небольшие наметки по кастингу в Казани, вот, плюс здесь есть ведь школа студии Хабенского, вот, у нас уже с ними, в принципе, состоялся разговор, им это интересно, соответственно, то есть, как бы, мы еще должны заручиться поддержкой самого Константина Хабенского, да, то есть, в принципе, он в курсе о нашем проекте, ну, большинство людей, в принципе, в курсе о нашем проекте. Тот же Дмитрий Дюжев в программе Кино в деталях у Федора Бондарчука уже тоже озвучил этот проект, вот, он уже об этом говорил, вот, так что, в принципе, как бы, я думаю, когда мы уже непосредственно приступим к кастингу, у нас... Вот это и называется инфраструктура, да, Казань потихонечку начинает обрастать такими штуками, да, вот школа... Куда идти? А у нас есть школа Хабенского, а у нас еще что-то есть, а у нас есть Тимур Садыков, который не побоялся замыслить это дело. Ну, у нас леток Тимур Садыков есть, у нас есть Тимур Садыков тоже есть. Тем не менее, тем не менее. Два слова можешь рассказать? А все-таки, вот, там хэппи-эн будет, конечно, да? Конечно. То есть, всех секретов я не прошу раскрывать, но все-таки... Нет, всех секретов не надо раскрывать, и мы их не будем, на самом деле, но история о том, что два мальчишки подружились, да, на излете учебного года. Один, к сожалению, попал в аварию с мамой. Мама трагически погибла. Вот он очень, естественно, скучает по маме. А мама Чулпан Хаматова, предположительно. Да, предположительно, мама Чулпан Хаматова. Вот, мы сейчас переговоры активно ведем на эту тему. И вот он как-то вот пытается жить вот с этим, да, со своим недугом, собственно, со своей потерей. Пытается как-то восстанавливаться отношения с отцом, который немножко, естественно, как-то вот пошатнулись со смертью матери. И тут появляется на горизонте легенда о драконе, который, по легенде, может исполнить одно самое заветное желание. Ну и, соответственно, то есть, как бы на этом фоне начинается дружба двух мальчишек. Как бы, ну, один ноги, другой голова. Ну, понятно. Таким образом. Ну, можно жанр определить как фэнтези все-таки, да? На самом деле, много смесь жанров. В принципе, можно определить как городское фэнтези, но от фэнтези там практически ничего и нет. Да, там много мифов, много легенд. А дракон-то появится сам. А вот мы об этом не говорим. Хорошо. Ну, вот совсем недавно вышел в прокат «Сокровище озера Кабан», да, «Сокровище окей». Тоже фэнтези-жанр. Ну, по крайней мере, что-то похожее, да? Что-то приключенческое. Не боишься, что это как-то будет, скажем так, российскому зрителю? Это же прокат-то будет очевидно не в Казани только, а по широким прокатом. Нет, он, естественно, по России будет. Потому что это российское кино. Не боишься, что как-то скажут, что это опять Казань-то вылезает куда-то? Опять Казань? Ну, почему бы и нет? Ну, пойдем. На самом деле, ведь, в принципе, самая большая... Зритель голосует рублем. Ну, это понятно, что зритель голосует. Но прежде всего, зритель голосует не за город же Казань, да? Тем более, что как бы сердце Казань это рабочее название, оно будет меняться. Вот, у нас уже, в принципе, есть вариант. Но ведь зритель будет голосовать за историю. А история у нас очень интересная, очень хорошая, очень добрая. Я считаю, что просто мало таких фильмов. И не важно, на самом деле, Казань, Рязань, Суздаль, там, Владимир. Казань это... Сейчас, на самом деле, я люблю Казань и то, во что она уже превращается, да, особенно, очень симпатично. Потому что у нас с глубокой стариной связь осталась, да? У нас есть вот эти старые легенды, старые мифы, да? Какие-то очень такие сказки интересные. И при этом это абсолютно современный европейский город с очень интересными жителями. И мне хочется все это показать, все это как-то вот вытащить. Все... Ну, вот есть чем удивлять, на самом деле. Мы в программах уже не первый раз поем гимн города, на самом деле. Денис Осокин вот в одной из предыдущих программ. Ну, собственно, Денис-то, да. Прекрасно совершенно говорил. Тут так здорово перекликается. Промо такой же масштабной планируется, как к сокровищам? Я думаю, у нас будет промо-компания немножечко в другом ключе построена. То есть, да, она будет масштабной, но она будет построена немножечко в другом ключе. То есть, у нас будет и тизерная часть больше, да, больше информированная, но не только по Казани, естественно, по всем крупным городам. Вот, плюс у нас уже есть партнеры на проект, на промпроект, собственно, которые уже начинают думать об этом, что там, как там, каким образом будет. Ну, у нас, поскольку пока еще четкого плана нет, поэтому, как бы, я не могу тут поделиться, что у нас конкретно будет. Но это будет достаточно интересно. Я напоминаю зрителям, что мы работаем в прямом эфире. У нас осталось не так много времени, чтобы задать ваш вопрос. Звоните 554-3090. Тимур, соответственно, если в мае следующего года планируете начать съемочный процесс, ориентировочно, когда фильм может выйти на экран? Скорее, март-апрель 2015 года. То есть, это, в общем, полтора года еще? Ну, это в любом случае проект не быстрый. То есть, мы уже сейчас, на самом деле, занимаемся им год, да. То есть, это сначала были поиски, идеи, уточнения, да, потом сценарий, его, значит, написание основной части, потом адаптация, киносценарий и так далее, так далее, так далее. Естественно, поиск инвесторов, заинтересованных людей. Опять же, мы пришли, когда министерство культуры, тоже достаточно долго разговаривали. Значит, фактически фильм снимается на государственные деньги, да? Да, есть немного частных инвестиций, есть немного частных, но практически, да. Но без государственной поддержки нам здесь, конечно, не обойтись, поскольку все-таки это такой довольно большой крупный дебют, да, то тут есть небольшие сомнения у частных инвесторов, ну, это можно их поднять. А кто в заявочной кампании из метров читал сценарий, кто одобрил, кто поддержал, собственно? Вот два этапа, если прошли. Так, ну, главное, мы прошли сценарный совет, а в сценарном совете можно посмотреть на сайте фонда кино, собственно, там достаточно серьезные имена, там Хатиненко, председатель, например, сценарной комиссии. Они внимательно изучают. Да, Мита, Хатиненко, они очень положительно отозвались о нашем сценарии. А много заявок, в принципе, было? Я, честно говоря, не знаю точную цифру, но там, по-моему, что-то около 300. И из них отобрали в два этапа по 25 заявок. Ну, это здорово. Да. То есть мы попали в первую часть, в первые 25, ну, и дальше сейчас надеемся, как там, с экспертным советом. Ну, классно. Вообще, прославление Казани, это всегда хорошо. Ну, да. Но мы не только, чтобы прославить Казань как таковую, да, мы, в принципе, ставим перед собой более глобальную задачу. А на самом деле... Вернуть на широкий экран детское кино, кажется. И это, да, это вот, наверное, это самая первая задача. А вторая задача, что если возвращаться к самой Казани, да, мы хотим не просто саму Казань, а какой-то некий культурный слой, культурный пласт, который связан с Казанью, вообще с Татарстаном, с татарским языком, сказками, легендами, вывести немножечко на другой уровень, чтобы он не оставался каким-то вот таким региональным, местечковым, да, а сделать эту сначала общероссийскую, а может быть и международную историю. Потому что история о драконе, и дракон сам по себе как символ, это абсолютно международная штука, да? Ну, у кого еще есть дракон? Ну, понятно. У китайцев? Ну, да. У юбанцев. А на татарский язык, наверное, фильм тоже будет озвучен, да? Ну, мы не планируем. Пока нет. Пока не планируем. Таких планов. Обидно, на самом деле, что у нас всегда так мало времени, потому что спросить хочется очень о многом, но, тем не менее, у нас время подходит к концу. Огромное спасибо и огромной удачи. Спасибо. Я думаю, все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Субтитры подогнал «Симон»!